Так, в любом случае, давайте начинать. Я представляю сейчас нашего эксперта, гостя, Евгений Мельцер. Он адвокат с огромным опытом в иммиграционном праве и в бизнес-праве. Евгений, сколько лет уже? 20. 20? Уже больше даже, да. Вау. 20 лет опыта. Я знаю, что Евгений находится в Иллинойсе, в Чикаго, да, и он приехал сам тоже как иммигрант, как и все мы, да, как бы еще при Советском Союзе, да, из Украины. Да, 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 конечно, из Белоруссии. То есть это был конец 80-х, начало 90-х, а в 89-м году приехал и из Минска еще ребенком, так что заканчивал школу здесь, потом университет здесь, потом университет здесь, потом университет здесь. И начал работать в этой области еще часть в колледже, в университете, поэтому работаю в этой области значительно больше, чем 20 лет. Своя практика и работают адвокаты и ведем всестороннюю юридическую практику и огромной частью практики является так называемая бизнес-иммиграция, то есть все, что связано с иммиграцией и трудоустройством совместно. Перевод работников международных компаний, рабочие визы, во всевозможных категориях, когда говорю рабочие визы, сюда включается все от спортсменов до художников до людей с высшим образованием и безобразования, работников медицинской отрасли, работников сельскохозяйственной отрасли и так далее, временных работников, работников из Канады, из Мексики, так называемые ТИЭН-визы, людей с экстраординарными способностями, которые иммигрируют сюда, не имея работодателя, так называемый National Interest Waiver, то есть специальное разрешение для тех, кто, опять же, подходит к категории, которые в стране, должен иммигрируют работодателя, или, в некоторых случаях, Департамент труда. Поэтому очень обширная практика, и, опять же, большой частью практики являются другие адвокаты, которые отправляют в дела, которые касаются рабочих виз, с которыми они не работают, даже инновационные адвокаты, и в некоторых случаях мы работаем напрямую с клиентом, в некоторых случаях мы делаем это с заклисами для тех адвокатов, то есть работаем совместно с теми адвокатами, и, к сожалению, иногда приходится справлять ошибки для адвокатов, это тоже довольно большая часть практики. Все, что связано с иммиграцией, часто это связано с адвокатами, которые... У нас уже пошли вопросы в чате, я с удовольствием на них отвечу. Но давайте попрошу сначала, да, то есть очень кратко, смотрите, у нас есть как бы вещи, которые мы сейчас все опасаемся, боимся, как бы, которые связаны с коронавирусом, эпидемией, сейчас там протестами, да. Я читал очень много статей, Евгений, о том, что, вот в Форбсе, да, и других изданиях, о том, что иммиграцию по бизнесу, инвестициям ждут какие-то титанические изменения, прям, да. И когда я вчитываюсь подробностей, я понимаю, что, ну, как бы, люди говорят, может быть, о том, что не совсем иногда понимают, но пугающий такой контент, да, как бы, вот. И я хотела, ну, вот, уточнить у вас, что вы немножко, ну, вот, да, address that, да, то есть немножко поговорили о том, что есть очень, в общем, да, в бизнесе иммиграции, и меняется ли что-то сейчас из-за коронавируса, из-за вот всего того, что происходит, да? Да, абсолютно, с удовольствием объясню. Значит, что я посоветую всем, кого интересует какая-то информация, это отделять желаемое от действительного. То, что говорят наши политики, то, что происходит на самом деле, очень часто расходится, как вы прекрасно понимаете, и, я не знаю, к счастью или к сожалению, это касается иммиграции чаще, чем любой другой темы, по той простой причине, что когда политик хочет попасть на первые страницы газет, все, что ему нужно сделать, это произнести магическое слово «эмиграция». Дальше уже идет просто тема, в которую никто не вникает, но этого достаточно для того, чтобы все газеты об этом начинали трубить. Есть ли реальные изменения? Пока реальных изменений, особенно в бизнес-эмиграции, нет. То есть сидеть и гадать о том, что когда-нибудь будут какие-то изменения, а может быть ничего не надо делать, потому что может быть что-то произойдет. Я вам гарантирую, что получить какие-то бенефиты, не попросив их, у вас не получится. Поэтому откладывать что-либо на времена более благоприятные, это по меньшей мере не совсем правильно. Реально происходит ли что-то, оно происходит всегда. У нас, к сожалению, иммиграционные правила, не столько право, сколько правила, меняются практически ежедневно. И именно из-за этого приходится внимательно следить за всем происходящим в стране и внимательно следить за тем, что и как говорит наша исполнительная власть, то есть президент, белый дом и так далее. Так как они контролируют правила, они не контролируют закон, но они контролируют правила исполнения этого закона, так называемые rules and regulations. И очень часто президент говорит одно, а результат совершенно другой. То есть президент, как вы знаете, когда это было месяца полтора назад, выступил и сказал, для защиты маркета труда, для защиты рынка труда, я временно отменяю выдачу грин-карты людям, находящимся за границей. Это потом оказалось никаким образом не относится к защите маркета труда, это относилось к очень маленькой группе людей, то есть это люди, которые выиграли грин-карту, это люди, которые через работодателя получают грин-карту за границей, таких очень и очень мало. И это люди, которые воссоединяются с супругом или супругой, у которых нет американского гражданства. Я приостановил выдачу грин-карта на 60 дней. Но так как инсулаты закрыты, то есть вот у нас 45 и 60 дней уже прошли. Поэтому вроде бы такой удар в грудь я сделал. Я когда начинаешь проверять, что именно сделано и кого это касается, то, опять же, желаемые действительно сильно-сильно расходятся. Спекуляции по поводу того, что что-то будет меняться, ну, тут не надо спекулировать. Их очень много бывает, насколько я их слышу уже 6 лет, видимо, сколько я здесь нахожусь. Ну, я это слышу, я это слышу больше 20. С обещаниями, Обама обещал в течение 100 дней иммиграционную реформу, после 8 лет развел руками. То же самое происходит и сейчас. В одну сторону, во вторую сторону. То, что станет хуже до того, как станет лучше, это я вам гарантирую. И это станет хуже не из-за защиты рынка труда, это станет, скорее всего, хуже из-за выборов. Опять же, мы возвращаемся к выборам, это делает любая администрация. И во время выборов предвыборная компания в себя обычно включает какой-то удар ниже пояса для иммигрантов, для того, чтобы, опять же, попасть на страницы газет. В большинстве случаев такого рода заявления или даже какие-то правила отмирают в конечном итоге, в судебном порядке или их отменяют, но об этом уже никто не рассказывает, и это никого не интересует, кроме иммиграционных адвокатов. То есть, к сожалению, в старом анекдоте ложечки нашлись, а осадочек остался. Один из мимых анекдотов, да. Как бы, то есть, грубо говоря, разговоров много, но нам не стоит их пугаться, просто потому, что это политика, как бы, скоро это выборный год, как бы, да, у нас будут выборы. Пугаться абсолютно, то есть, я не понимаю глобально, что значит пугаться чего-то, потому что, то есть, давайте не лечиться, давайте не ходить к врачу, потому что нам могут поставить какой-то диагноз. Я боюсь диагноза, поэтому я не лечу к врачу. Диагноз не проходит, то есть, болезнь не проходит от того, что вы о ней не знаете. И, то есть, прятать голову в песок, по меньшей мере, по-моему, опять же, неадекватно, поэтому нужно действовать в соответствии с законом, нужно внимательно разбираться с тем, что происходит. Какие-то тенденции можно проследить исключительно через подачу документов. То есть, вот у нас есть вопрос в группе, который именно идет по вопросу тенденций. Да, давайте сейчас еще буквально секундочку, я хотел уточнить, да, что, Тимош, по количеству участников, мне кажется, понятно, что иммиграция все-таки людей интересуется, через бизнес, возможно, да, как бы сейчас на родине, как бы, да, в той стране, где вы живете, не так все радужно, как хотелось бы. Ну и я просто от многих слышала, да, адвокатов, не знаю, вы это не говорили мне, Евгений, другие адвокаты, что вот, мы боимся, что люди вообще перестанут эмигрировать в США из-за всего того, что творится. Это по-настоящему, видимо, в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и так далее тоже разные вещи творятся, и людям все-таки хочется эмигрировать, может, не идеальные США, но, как бы, там, где есть торжество закона, как бы, да, и где есть возможности для развития бизнеса. Да, абсолютно. То есть прелесть Америки в том, что даже если правила игры меняются, это не происходит во время матча. То есть правила игры известны до начала матча. Мы знаем, как будет кто-то реагировать, мы знаем, вот, как это появилось, мы знаем, как будет реагировать миграционная служба, как будет реагировать суд, и как будут реагировать другие службы на ту или иную петицию. И момент подачи является ключевым моментом. У нас нет понятия ретроактивности с точки зрения принятия новых правил и законодательств. То есть на момент подачи существуют определенные правила, и эти правила будут использованы для рассмотрения петиции, поданной на ту или иную дату, то, что происходит дальше. Любые изменения, если они более положительные, вы можете их использовать для себя. Если они отрицательные, то к вам они не будут иметь отношения. Поэтому ждать у моря погоды, по меньшей мере, как я говорю, неадекватно. И необходимо, если вы приняли решение в миграции, подавать документы и подавать их сейчас. То есть надеяться на то, что в будущем что-то изменится в одну сторону или во вторую сторону. Но это надо идти к гадалке и сидеть и ждать, когда это будет более благоприятно или менее благоприятно. Пока то или иное правило не подписано, пока те или иные законы не приняты, ничего не происходит. Все рассматривается на основании правил и законов, которые существуют в момент подачи. Но помимо законов существуют тенденции, которые просматриваются, как я и говорил, в иммиграционной службе. И просмотреть эти тенденции можно только работая с иммиграционной службой. Если бы все было так просто, как некоторые желают это преподнести, то иммиграционные адвокаты не существовали бы. Если бы все, что нужно было сделать, это скачать формы со странички иммиграционной службы, заполнить их и отослать, то, скорее всего, опять же, иммиграционные адвокаты не существовали. Точно так же, вам мало пойти в аптеку и попросить какое-то лекарство. Вам надо знать, какое лекарство нужно взять, в какой дозе и так далее. И вообще, нужно ли вам то или иное лекарство. Поэтому юридическая практика – это значительно больше, чем заполнение форм. Кстати, знать, когда не заполнять – это тоже очень важно. Иммиграционное право вообще, насколько я понимаю, больше искусства, чем… Ну, то есть, да, можно определять как угодно. То есть, любая профессиональная практика является, наверное, в какой-то мере искусством, в какой-то мере профессионализмом, в какой-то мере знанием, что нужно делать и в какой-то мере знанием, чего нельзя делать. И, опять же, это все зависит от тенденции рассмотрения. Есть варианты подачи, очень часто есть варианты подачи одним путем или вторым путем. Нужно выбирать, что сейчас делать лучше. И очень часто есть тенденции или варианты подавать одно и не подавать второе. Некоторые приходят и говорят, вот у меня есть петиция по экстрадинарным способностям, но также есть предложение о переводе сюда по визе L1 или по получению через работодателя. И вот тогда начинается настоящая юридическая работа. Это уже рассмотрение тех или иных документов, фактов, относящихся лично к вам. Поэтому меня иногда просто удивляют люди, которые... Меня не удивляют люди, которые пытаются это сделать сами. Это я еще могу понять. Меня удивляют люди, которые пытаются это сделать через каких-то нотариусов, консультантов. Я даже не знаю. То есть всевозможные названия есть этим людям. Дум с ужасными, то есть с квадратными глазами приходят в офис в ужасе, когда то или иное не получается. И это было одной из части нашей дискуссии. Это обращение к такого рода, как Катя любит говорить, диверсантов, которые к нам, да, периодически запрыгивают сюда. Конечно, им не нравится, потому что это забирает у них бизнес. Но это по меньшей мере это как обратиться к человеку, который когда-то был знаком с кем-то, кто работал в медицинском офисе для удаления аппендицита. То есть можно ли это сделать? Физически можно. Можно же после этого выжить с очень небольшой вероятностью. Да, если человек знает хотя бы, где находится аппендицит и насколько глубоко нужно резать. Но все равно лучше этого не делать, правильно? Ну, конечно. Я бы хотел дать возможность узнать вопрос, потому что некоторые люди, мне кажется, что могут... То есть некоторые подключаются, ходят, как бы и... Ну, я хотела бы, чтобы вот Леонард Малакшинов, да, сам задавал свой вопрос, потому что, мне кажется, он очень интересный. И дальше уже вопрос, который идут в чате от другого человека, да, от Бахти... Бахти, да? Он похож... Это не мой ребенок, честное слово. Сейчас я найду Леонардо и дам ему возможность задать вопрос. Я прошу, тот, кто не задает сейчас вопрос, отключите, пожалуйста, аудио. Так, сейчас, одну секунду. Ой, мамочка, мне хочется... Да, я не услышлю на это. Сейчас, секунду. Извините буквально за... Вот, Леонард, вперед. Задайте просто свой вопрос. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, мы... Компания, в которой я работаю, британская компания с филиалом США, компания-разработчик. В принципе-то мы обратились к компании, которые якобы, в принципе, там занимают... Именно иммиграционная компания, у них есть свой сайт, у них большой штат сотрудников. Я не знаю, имею ли право... Имейте ли право... В общем, выглядят они абсолютно нормально. У них штат есть, они работают, лицензии у них есть. Все нормально. Но вот случилась такая ситуация, что мы подали по 1B, они нам сказали, что... Ну, и, в принципе, процитировали с выдержками, что по визе L1B на петицию достаточно показать только уникальное знание своих внутренних продуктов, своих... Точнее, продуктов, которые вы производите, внутренних процессов компании и так далее. Что знаете именно внутреннюю... Имейте знания о конкретно нужной для компании. Леонард, где вы находитесь, можете уточнить, да, как бы, и откуда вы подавали, то есть вот чуток побольше, да, об этом. Так, филиал у нас в Остине, в Техасе. Я нахожусь сейчас в Москве, работаю на британскую компанию. И вас пытались... Вот немножко... Вы обратились сами к этой... Нет, у нас юристы оформляли. У меня сейчас под рукой нету, но... Как-то там Абрахам Эдер, что ли, компания. То есть, еще раз, вы работаете на британскую компанию в Москве, правильно? Нет, нет, британскую, британскую, британскую. То есть, вы в России, в России, в России, в России. Физически находятся в Москве, работает на британскую компанию, и британская компания имеет офис в Америке, и вас сюда пытались перевезти по L1B. Да, 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 все верно. Я понял, я прочитал ваш вопрос. Действительно, необходимо уникальное знание показать, но этого далеко недостаточно. Любая компания, которая работает, любая компания, которая вот в вашей отрасли работает, то есть, давайте возьмем любую отдельно настоящую компанию, у любого человека, который там работает, будут уникальные знания. То есть, мы можем взять человека, который пишет что-то для Microsoft Office, и мы будем говорить, что у него есть уникальное знание Microsoft Office, потому что они пишут какое-то приложение, которое работает в Microsoft Office. Можно добавить с собой? Да, как вы прекрасно понимаете, это относится к любому работнику, любому отдельно настоящему работнику, любой отдельно настоящей компании. Этого далеко недостаточно. И как только я слышу объяснение, что как только я слышу объяснение из серии нам сказали, что надо минимально показать, этого будет достаточно, в этот момент вам необходимо менять адвокат. То есть, я, опять же, я не знаю, с кем вы работали, я не знаю, кого нанимала ваша компания, я понимаю, что у вас, наверное, не было контроля над этим, но то есть, вот когда идут вот такого рода минимальные требования, требования, то, наверное, в 99 из 100 случаев у вас будет негативный ответ. Вам нужно показать, как вы отличаетесь от серой массы работников, которые работают в вашей компании, и, конечно же, когда вы пишете программу, которая пишет ваша компания, у всех людей, которые работают с этой программой, будут какие-то определенные знания. То есть, больше об этой программе не знает никто. Но для того, чтобы вас перевести сюда, этого может быть недостаточно. Нужно показать, что эти знания отсутствуют еще у других людей. То есть, когда вас переводят по L1B, то есть, это перевод работников международных компаний, имеющих, как вы сказали, уникальные знания процессов и продуктов, тут вопрос об уникальности знаний. Можно ли это сделать? Да. Да, можно. Тенденция действительно есть. Ее должны были заранее ее увидеть, эту тенденцию, и заранее предоставить необходимые документы. Скажите, после того, как вы подали, к вам пришел request evidence, то есть, запрос о дополнительной информации. Да, запрос был, но запрос был не о том, запрос был касательно каких-то, ну, таких мелочей, что-то типа, покажите ваш офис, что ли, что-то типа такого, покажите ваш офис в Остине, что там достаточно места и так далее. Сам отказ-то пришел уже после того, после РФЕ. А самое главное, что, в принципе, мы показали у нас изначально мы показали, что я архитектор таких-то таких-то систем, что я человек важный для именно нашего продукта, который мы выпускаем на рынок. То есть, это было показано, что знания в компании есть и так далее. Насколько, извините, я перебью вас, насколько детально был описан продукт, который вы делаете? Ну, я не знаю, страница на 5, но у меня все эти документы сохранились. Еще раз, именно продукт, который вы делаете, должен был быть детально описан, и ваши знания этого продукта должны были быть интегрированы в это описание. То есть, оно должно быть очень и очень специфически описано. Общие, опять же, общие знания секретов компании не являются уникальными знаниями. В каждой компании есть определенные продукты, о которых знают исключительно работники компании. Это не делает эти знания уникальными. Опять же, я не знаю, над каким продуктом вы работали, если, например, вы конфигрируете SIP и это не является уникальным знанием. То есть, эти знания не являются уникальными. Они должны быть именно относящиеся к внутренним каким-то распорядкам вашей разработки. Разработка должна быть четко описана. Нужно показать, что эти знания действительно уникальны по отношению к продукту. Потому что, если в Америке есть люди, которые это знают, этот продукт знают, то ваши знания только что перестали быть уникальными. Опять же, я не хочу сейчас давать консультацию по вашему поводу, потому что я не видел ваших документов и мне очень сложно что-либо посоветовать. Но тенденция, которая, это не новая тенденция, это происходит уже годами. И мы, когда подаем такого рода петиции, мы эти тенденции учитываем, это именно то, о чем я рассказывал. Леонард, я тут, извините, я тоже прерву, что у нас время как бы тикает, но я просто хотел знать очень кратко, Леонард, у меня, жалко, что вы меня не видите сегодня, обычно меня все видят, как бы на зуме, но извините, пожалуйста. У меня муж получил тоже вот эту визу, L1, он тоже в текст-секторе, он разрабатывает медицинскую систему. Я просто, то, что вам пытается объяснить Евгения, это не ваша вина, ни в коем случае, что вы просто не думали, что знаете, что-то, ну, как бы у вас не так. Скорее всего, адвокат, который работал с вашей компанией, ну, это мое мнение, Евгений имеет право, видимо, так говорить о коллегах, я позволю себе наглость, да, как бы схалтурил, спустя рокова что-то подал. Вот, мне кажется, то, что вам пытается, ну, чуток объяснить Евгений, да? Я не люблю обсуждать работу других адвокатов, во-первых, не видя работы, во-вторых, не имея этого адвоката здесь для того, чтобы он или она могли ответить причину, по которой это было сделано. Я просто считаю, что это не совсем этично, и поэтому я танцую вокруг да около, но, в принципе, скорее всего, это все-таки где-то было недосмотрено вашими адвокатами. Слушаем, да, говорите. На самом деле, вопрос не в этом даже стоит, а именно конкретно, не важно, что они говорят, а в той статье, которую я прочитал, и конкретно в ответе от UCI, они конкретно прямо там написали, вот что, что нужно показать экстраординарные знания в общем, то есть это прямо практически дословно там, то есть на самом деле, по факту, я так понимаю, что есть определенное количество кейсов, ну, определенное количество офицеров, которые, в принципе, требуют не просто уникальное знание, уникальные знания какие-то о компании, архитекторам, неважно, а то, что они реально хотят экстраординарные знания вообще в целом, какие-то награды. Не совсем, да, не совсем, не совсем так, то есть, еще раз, бывают ли ошибки в ответе миграционной службы? Очень часто бывают. Есть шанс, что это произошло у вас, и тогда ваши адвокаты сразу же должны были подать так называемую motion to reconsider с объяснением, почему то, что они просят, к вам не относится. Иногда, опять же, миграционная служба совершает очень-очень грубые ошибки, иногда они используют запросы дополнительной информации для того, чтобы протянуть время, иногда они используют, то есть, иногда читаешь запросы дополнительной информации, в которой говорится, что спасибо, что вы предоставили диплом человека. К сожалению, мы не можем дальше рассматривать дело, потому что вы не предоставили диплом человека. Пожалуйста, предоставьте диплом этого человека. Это вообще абсурд. Да, Да, абсолютно абсурд. Это заранее подготовленные фразы, которые иногда просто даже не стираются целиком. В иммиграционной службе тоже работают люди. Moving forward. Леонард может перепадаться? Конечно. Во-первых, можно перепадаться. Я не знаю, когда это произошло. Компания может перепадать. Если есть еще время, подать так называемое motion to reconsider, если действительно была совершена ошибка. Но есть шанс, что они действительно просят доказательства экстрадинарных знаний в вашей конкретной ситуации, а не общих. То есть, скорее всего, вам нужно еще раз перечитать отказ и посмотреть, как четко он относится именно к вам. Но, еще раз, никакой проблемы в переподаче нет. Факт того, что вам отказали, это не сделано с так называемым prejudice. То есть, это сделано без запрета подачи далее. Поэтому вы, в принципе, можете в день отказа подавать новую петицию. Я перехожу дальше. Время денег вы не теряете ничего. Я перехожу дальше к вопросам. Извините просто. Я просто дико извиняюсь, но у нас, ну, как бы уже, понимаете, время тикает. Конечно. Я даю, сейчас, даю возможность еще задать вопрос iPhone. У нас был вопрос от некого человека с, как бы, с... iPhone D, да. А, iPhone D, черт, я не тот iPhone, как бы, размьютил. Ладно, а так, iPhone D. Вперед. iPhone D, задайте свой вопрос. Я сейчас перечитаю быстренько, но у вас есть возможность самому задать. В этом и смысл, да, всего, как бы, что вы задаете вопросы сами, да, спрашиваете. Вы с нами? iPhone D? Да, слышно меня? Слышно? Да, да, слышно. Давайте. Добрый день. Мне знакомый сообщил, что можно приехать в Америку и открыть LLC и выступать в роли подрядчика, либо как предприниматель получить визу. Значит, давайте разделим ваш вопрос на две части. Можно ли открыть LLC и владеть? Да, можно. Вам, в принципе, для этого даже приезжать не нужно. Можно открыть компанию в Америке, не приезжая сюда. Вы имеете право владеть компанией, вы не имеете права в ней работать. Для того, чтобы работать в компании, вам необходимо получить рабочую визу. Это может быть виза разных категорий. Я не знаю, откуда вы, я не знаю, какая у вас ситуация. Есть рабочие визы, это категории H1, это для тех, у кого есть высшее образование. Есть рабочие категории H2, это для тех, у кого нет высшего образования. Есть всевозможные визы, которые дают возможность вести бизнес или работать в Америке. Например, H1, H2, это так называемые traders and investors, то есть это инвесторы и торговые визы. Но, к сожалению, ни одна из этих последних виз H1 и H2 не ведет к дальнейшему ПМЖ. То есть глобально ответ на ваш вопрос, да, это возможно, но, к сожалению, это вопрос, как из серии, можно ли меня вылечить. То есть теоретически, да, практически. Давайте посмотрим, чем вы заболели. Рассказывайте, если вы хотите. Правильно, я понимаю, если я приеду, открою компанию, я могу подать документы на получение рабочей визы. Давайте вы расскажете немножко о себе, где вы находитесь, какую компанию вы хотите открыть. Какие-то подробности дайте нам. Одну секундочку, я перебью вас. Опять же, рабочая виза – это общее понятие. Их десяток – это точно, скорее всего, больше. Поэтому, прежде чем вы сможете понять, на что вы квалифицируетесь, необходимо получить консультацию для того, чтобы понять, на что вы можете претендовать. Потому что в Америке нет такого понятия, как рабочая виза общая. Это как вопрос, сколько стоит машина. То есть в зависимости от того, какая машина, в каком состоянии, где она находится. В принципе, я и трактор, тоже можно сказать, что это машина, как и в Амбургине. Поэтому надо немножечко значительно больше информации для того, чтобы понять, что вы пытаетесь сделать. Вы хотите нам ее дать? Как вас зовут? Да, меня зовут Дмитрий. Дмитрий зовут, я из Екатеринбурга. Работаю в международной компании Марс. То, что батончики делает Марс, да? Да, и карман для животных. Наши животные явно едят в вашу корма. И мы батончики, да, досушим? Да, и карман для животных – это основной бизнес. То есть батончики, это растебия. Да, все верно. Все верно, да. Ну, допустим, в бизнес я хотел приехать открыть, например, ну, не связанный с компанией вообще. Например, там, не знаю, открыть фирму по производству свечей натурального воска и различного декора для дома. Там, там, иметь свой интернет-магазин и какую-нибудь мастерскую. И вот таким образом. Я понял. Ну, то, что вы говорите, скорее всего, подходит под визу И1, И2. То есть это traders and investors. То есть это, скорее всего, И1. У вас будет или И2. Надо внимательно посмотреть, как и сколько вы собираетесь вкладывать. И как будет происходить. То есть если это только производство на территории Америки, это одно. Если вы будете заниматься импортом, то там это другое. Но, в принципе, вот это из того, что вы объяснили, это попадает под визу И1, И2. Это английская буква И, то есть русская буква Е. Вы можете найти эту информацию, почитать, чтобы хотя бы вы поняли, о чем идет речь. Но далее вам необходимо будет получить уже квалифицированную консультацию, которая относится лично к вам. И посмотреть, по какому пути необходимо идти. Давайте, можно мы сразу объясните, Евгений, чуток, какие есть очень кратко пути, для того, чтобы просто люди, может, мне кажется, это очень полезно было. То есть у нас есть очень ограниченное количество, по-моему, этих путей. Вот можно очень кратенько рассказать по ним. Давайте начнем с L1, видимо. Да, есть основные визы. Это перевод работников международных компаний, это виза L. Это может быть L1A, L1B. Они отличаются тем, какую позицию в компании вы занимаете. То есть руководящая должность или должность специалиста. Есть... Можно я сразу уточню? Смотрите, если у вас нет... То есть вам, для того, чтобы... Если у вас нет работодателя, который может вас перевести, да, как бы в Америку, как это у нас было с Леонардом, да, который, ну, есть филиал, то я знаю, что некоторые люди, ну, там, которые владеют уже бизнесом в России, например, да, открывают бизнес в США и сами закрывают. Конечно, открывают филиалы, переводят. Мы очень много это делаем. То есть если есть компания за границей, в которой человек работает, если там есть структура, то есть если человек... Если компания, в которой человек работает, не закроется, будет продолжать работать после его или ее отъезда, то возможно открыть филиал, дочернюю компанию в Америке и после этого перевестись для того, чтобы возглавить американский офис компании. Но обычно это влечет за собой, опять же, офис, расходы по содержанию офиса. Вам необходимо будет доказать, что вы руководитель, а не исполнитель. То есть вам необходимо будет нанимать работников, которые под вами будут исполнять обязанности, которые вы им будете поручать. И, ну, это, в принципе, очень и очень хороший путь для переезда на ПМЖ, для людей, которые планируют здесь вести бизнес и которые занимались бизнесом у себя на родине. То есть для Дмитрия потенциально может быть вариант открыть компанию в России, а потом как бы здесь уже в США, правильно? И перевести саму себя. Если компания, если его компания будет работать, ему нужно будет доказать, что год из предыдущих трех он работал в этой компании, то есть это можно будет сделать исключительно через год после того, как компания будет открыта, если там будет создана структура, если там будут работать люди, если компания будет реально заниматься бизнесом, иметь офис и иметь людей, то, конечно, это можно сделать. Это делали и сотни раз это делал. Это очень и очень удобная виза, которая через год позволяет подать на ПМЖ, минуя рабочий сертификат. То есть нам не нужно работать с департаментом трудового визе. Я хотел сразу уточнить, очень многие думают, хотя практически пример повестив, что некоторые не понимают, как бы вот у меня, например, есть друзья, которые имели пару ресторанов в России, открыли ресторан здесь, получили L1, потом получили EB1, да? Есть другие друзья, которые пытались сделать то же самое, но у них не вышло, им отказали тоже в L1, да? И отказали, возможно, то есть рестораны, да, или какие-то, ну, такие небольшие бизнесы, как бы очень часто любят брать иммигранты, потому что вроде как это не очень большой бизнес, не очень сложно там или приобрести, или построить и так далее. Вот можете что-то просто объяснить, да, вот из вашей практики, Евгений, какие бизнесы проходят по L1, какие, может, не проходят? Что вот, например, каких-то, да, как бы, чтобы люди просто понимают. Я понял. Нет ограничений по типу бизнеса. У меня были... Кстати, я хочу рассказать о том, что бизнес за рубежом и бизнес в Америке могут вести абсолютно разную деятельность. То есть у меня были бизнесы за рубежом, которые продавали мороженое, производили и продавали мороженое, здесь занялись строительством. Это реально. У кого-то, да, кто-то лает. И есть очень свободные возможности для того, чтобы получить такого рода визу, если есть реальные структуры, которые это могут содержать. Нет никаких отраслей, которые более или менее приемлемые. То есть у меня в визе «Аладдин» было реально, наверное, все. От строительства до производства спецобуви для работников заводов. Такой специальной обувь, которая предохраняет пальцы от падения топоров и всего остального на ноги. Поэтому нет никаких ограничений. У меня были владельцы ночных клубов, у меня были, ну, то есть если я сейчас начну перечислять, это просто будет, это займет остаток времени программы. Поэтому вот любая отрасль, о которой вы можете подумать, может сюда подходить. Рестораны, худинги и всевозможные, поэтому никакой проблемы в этом нет. Если есть правильно составленные документы, в которые входит правильно составленный бизнес-план. Кстати, о бизнес-плане – это отдельный, абсолютно отдельный разговор. Очень часто люди создают бизнес-план, используя чей-то старый бизнес-план, меняя в нем цифры и названия. И через год, к сожалению, теряют возможность продлить визу и подать на БМЖ, потому что бизнес-план расходился с реальностью изначально. То есть то, что было написано в бизнес-плане, было просто неисполнимо. Люди иногда заказывают написание бизнес-планов каким-то другим подрядчикам, которые сами, ну, такие бестолковые. Просто какие-то студенты бывают, что угодно, который бизнесом никогда не занимались. И они за это платят еще и деньги какие-то. Sorry, это я решил вам показаться. Oh, да. Просто для того, чтобы… Я это, к сожалению, вижу сплошь и рядом, поэтому просто обидно. Люди тратят время, люди тратят деньги для того, чтобы вот так вот обречься. Это опять же вопрос о том, есть ли какой-то смысл работать с консультантами, а не адвокатами. Да-да, пожалуйста. То есть давайте мы поговорили про L1, да? То есть как бы я суммирую. Я вижу сразу вопрос о Даняре, да? Извините, может, Даняр, я неправильно прочитала. Какое минимальное количество сотрудников? То, что вам Евгений говорит, там такого нету, но может из практики, может, вы скажете, да, Евгений? Какое количество сотрудников? Обычно, да. Минимального количества сотрудников прописанного в законодательстве нет, но нужно для того, чтобы человек, который будет продлевать вашу визию и давать вам ВМЖ, понял, что вы являетесь руководителем, а не исполнителем. Поэтому обычно это минимально, это 4-5 человек. Опять же, это зависит от определенного бизнеса. Есть бизнес, в котором необходимо больше, есть бизнес, в котором необходимо, есть минимальное количество сотрудников, которое должно там присутствовать. Например, блокеры по судам для недвижимости и так далее. То есть, это также относится очень специфически, относится к типу работы, к индустрии, в которой вы планируете работать. И вот это нас плавно приводит к вопрос Юлии, Юлия Матова, вопрос о психологии. Могу ли я как частный предприниматель эмигрировать в США? Я психолог, он сработал 8 лет. Опять же, для того, чтобы работать в Америке, психологом вам необходима лицензия. То есть, ответ на ваш вопрос теоретически, да, практически вам необходимо получить лицензию до того, как мы начнем процесс эмиграции. И поэтому вам нужно внимательно отнестись к требованиям работы в Америке. То есть, вам сначала нужно изучить рынок для того, чтобы понять, кто может здесь работать и кем. Можно ли получить здесь лицензию? Да, конечно, можно. Вам в некоторых случаях нужно будет посмотреть законы определенного штата, в котором вы собираетесь находиться. посмотреть, что будет необходимо для того, чтобы использовать ваше предыдущее образование, для того, чтобы сократить требования лицензионного характера. То есть, вам нужно провести большую работу до того, как вы начнете процесс эмиграции, для того, чтобы понять, как вы можете работать здесь. Я хотела дать возможность... Вот, да, как бы, Уля, самой спросить, как бы, то есть, уточнить. Давайте, опять-таки, начнем, может, не с каких-то частных вопросов. Если вы планируете эмиграцию, расскажите, где вы, что вы и какие есть вопросы к адвокату, да? Вот я бы так сказала. Да, спасибо большое, что подключили. Я в Баку, сейчас в Азербайджане нахожусь. И как психолог где-то 8 лет уже работаю. Работала, сотрудничала с ИНСЭПом, ну, защита прав детей, больший опыт в этой сфере. Английский хорошо знаю, но, в принципе, американской у меня лицензии нет, но я над этим сейчас вот работаю, чтобы получить как раз-таки от Сорководчика Ассоциейшн, нам сертификацию пройти. У меня есть вторая профессия, это тоже связано с психофизиологией. У них сертификат у меня есть, но эта организация, они сотрудничают, я сотрудничаю с Украиной, они с Америкой. Ну, мы подключили Азербайджан, так скажем, да, и напрямую сотрудничаем с Америкой, вот в данный момент. И я не знаю теперь, что делать, с чего начинать, потому что бизнес, оно огромные инвестиции требует, у меня таких инвестиций нет. Поэтому вот... Супер, хорошо, что вы задали этот вопрос, мне кажется, что Евгений сейчас расскажет про другой способ иммиграции через работу, как бы... Да, абсолютно, абсолютно. Это то, к чему мы эту плату подвели. Это предложение о работе, то есть рабочие визы для людей с высшим образованием, в вашей ситуации еще и с лицензией. Это так называемая виза H1, по которой можно иммигрировать сюда, для того, чтобы работать. Есть специальный процесс получения таких виз, в этом году есть и процессы получения этих виз, и поэтому, то есть теоретически, вы можете попасть в такого рода виз, если вы будете... Опять же, вы будете работать в этом направлении. В некоторых случаях... Единственное, что я хочу рассказать о том, что получение BMG... Я не знаю, у нас какой-то посторонний звук. Если можно, отключите микрофоны. Я, видимо... Оля, я на секунду вас отключила, потом, если захотите задать вопрос, сами переподключитесь, да, чтобы просто ваш бэкграунд не мешал. Значит, для того, чтобы получить BMG в Америке через работодателя нет необходимости у этого работодателя работать. Очень часто люди этого не знают, они подразумеваются, чтобы получить клинкарту, необходимо работать у работодателя. Нет. Это два абсолютно параллельных процесса, то есть рабочая виза позволяет вам временно находиться в Америке и временно работать у работодателя. Процесс получения клинкарты это отдельно стоящий процесс, они идут абсолютно параллельно и, по большому счету, нигде не пересекаются. Поэтому, если вы хотите приехать сюда временно поработать в процессе получения BMG, это одно. Если вы хотите получить BMG, это второе. Они могут идти параллельно, то есть вы можете приехать работать в процессе получения BMG. Такое тоже возможно. Но это не взаимоисключающие вещи и не взаимозаменяющие вещи. И, возвращаясь к вашему вопросу, для того, чтобы вам квалифицироваться на одну или вторую, то есть на визу или на BMG, вам необходимо показать, что вы в момент подачи квалифицируетесь на вашу позицию. А для этого вам необходимо, как вы правильно заметили, получить лицензию. А можно еще вопрос сразу? Я задам за Ольвию, а может быть, она уточнит. Да, конечно. Вот я как бы, да, вот у нас, я, собственно говоря, вот иногда показываюсь вам с аккаунта Ани, да, тоже наша сотрудница. Вот и у Ани как раз виза О1. Я очень знаю много, так я работаю в медиакомпании, да, как бы у меня своя медиакомпания Рубик. Я знаю очень много журналистов, не только журналистов, да, там вот мой бывший партнер по бизнесу тоже имеет, как бы, ну, у него была эта виза О1, а потом и Бивана. Он SEO-шник, по сути, там, ну, Digital Marketing, да, он специалист, как и так, то есть я бы хотел спросить, опять-таки, очень классно, что у нас есть такие, как бы, участники, да, как у Львия и остальные, что мы можем освещать наши темы на примерах конкретных. Может ли у Львия с ее специализацией по работе в НИСЕФ, да, как бы специализацией по детской психологии, там, телесной ориентированности, да, что такое, претендовать на эту визу талантливых людей, что у нее есть талант в, да, и достижения, в видеомужские сертификаты, награды и так далее, в ее психологии, извините, что я, может, я не так что-то говорю, психотерапии и так далее, да? К сожалению, виза О1 требует очень высокой доказательной базы, то есть просто иметь сертификаты или иметь даже ученую степень далеко недостаточно. Нужно быть экстраординарным работником в своей области, то есть нужно быть не просто игроком в хоккейной команде, нужно быть членом олимпийской сборной, для того, чтобы вы поняли, как это звучит. То есть нужно быть не просто быстрым бегуном, а нужно быть быстрым бегуном с мировыми рекордами, с олимпийскими рекордами. Бегунов много, олимпийских чемпионов мало, поэтому нужно быть экстраординарным в своей области. Это может быть абсолютно любая область. У меня был, для примера, логопед, детский логопед, который действительно помогал детям с определенной патологией, имея уникальные знания, имея уникальную методику, признанный в своих кругах как эксперт в той или иной области. Вот это возможно. То есть просто работая с кем-то или работая в какой-то области, этого недостаточно. Можно ли рассмотреть ваши заслуги, отдельно стоящие? Конечно. Для этого и существуют консультации, для этого и нанимается адвокат, которого будет вести именно вас. Это то, что должен делать адвокат. Получить от вас максимальное количество информации, после чего посоветовать вам, каким образом оптимально добиться той цели, которую вы преследуете. Будь то рабочая виза, будь то ПМЖ, будь то экстраординарные способности, перевод работников международных компаний, религиозные визы, которые, кстати, тоже являются рабочими, это виза РАДИ. Есть много, много вариантов, но оптимально все равно понять, каким образом это относится лично к вам. А для этого уже, к сожалению, нужна детальная личная консультация. Я дико извиняюсь, что у нас время там тикое, но я просто если вы что-то хотите сказать, сейчас вам дам еще возможность последней, я хотела сказать, что Евгений, видите, он очень корректный и такой спокойный, мне кажется, четкий адвокат, я его обожаю. И главное, что он вам ничего не продает, как бы, в том плане, что, видите, он даже говорит, очень так, мне кажется, консилитивный. Я не продаю, да, я не продаю свой сервис. Если вы ко мне обратитесь, с удовольствием вам помогу. Сколько у вас стоит первая консультация, да, чтобы мы просто... Первая консультация, я вам скажу, значит, он разберет 150 долларов, но консультация не ограничена по времени, она относится лично к вам. И если в дальнейшем вы нанимаете нас вести ваше дело, то эти деньги не пропадают, они идут еще в дело. Это сделано не для того, чтобы зарабатывать на консультациях, это сделано для того, чтобы отсеять людей, которым скучно. К сожалению, таких много. И я тут скажу, извините, просто Евгений, мне кажется, вас немножко всех напугал, и я понимаю, что я ни в коем мире компетенцию Евгения не пытаюсь, как бы, ну, понимаете, подставить. Я просто хочу сказать, ну, он очень осторожно вам говорит, чтобы они думали, что он там продает воздух или еще что-то. Но я вам хочу сказать из собственного примера, да, у меня вот была одна сотрудница в предыдущей компании, которой я руководила, она не была моей, я была наемной рабочим, да, которая получила сначала О1 визу, потом EB1 визу. Ее выдающие заключалось в том, что она писала про недвижимость в Украине полгода и получила премию. Ну, понимаете, так не раз это был рынок, она получила премию за лучшую статью, какую-то малоизвестную это вот про недвижимость. Потом она, после этого она работала в пресс-службе президента Януковича, ну, который бежал, как бы, ну, помните, коррупция, революция и так далее. И вот этот, ну, она у меня работала тоже как журналист, как бы я там ее очень много очень учила, она получила до меня еще эту визу О1 как выдающийся журналист, потому что она получила премию про лучшую статью про недвижимость. Конечно, конечно. Очень хорошо. То есть, абсолютно права, можно ли к этому подготовиться заранее? Да, можно. Абсолютно можно. То есть, я работал со многими артистами, я, конечно, не буду, не могу и не буду назвать их именам, которые получили определенное звание, участвовали в определенных концертах, будем так говорить, для того, чтобы появиться где-то и получить определенные грамоты, которые в дальнейшем помогли им отличить их от серой массы артистов, которые участвовали в других концернах. Дотянуть можно. Вот что я хочу сказать, то есть, та девушка, реально, ну, полгода работала в журналистике, знаете, то есть, это для наших, да, людей, которые знают, это утром, это была смехота, как бы, но ее адвокат, как бы, правильно все факты перевернул. Конечно, конечно, в этом и заключается работа адвоката, то есть, вопрос, сколько вы находитесь в этой области, не имеет никакого значения. Нам надо доказать вашу гениальность именно в этой области. Супер, давайте пойдем дальше по вопросам. Да, а тот вопрос, можно ли поменять адвоката, то есть, вопрос, ответ на этот вопрос всегда да. То есть, нет ситуации, при которой вы не можете поменять адвоката. Адвокат работает на вас, а не наоборот. Все, что делает адвокат, принадлежит вам. Все документы, которые готовит адвокат, принадлежат вам, если вы нанимали этого адвоката. И, то есть, этот вопрос очень часто появляется. И, к сожалению, некоторые адвокаты не хотят терять бизнес, не хотят, чтобы от них уходили клиенты и начинают рассказывать сказки. Ответ на этот вопрос всегда да. Это относится к абсолютно всем отраслям юриспруденции. Собственно говоря, точно так же, как и к медицине. То есть, нет ситуации, при которой вы не можете поменять врача. То есть, теоретически, это может произойти даже посередине операции. Но, с практической точки зрения, вы это можете сделать в любое время. Если у вас появляется вопрос, что вы хотите поменять адвоката или врача, это значит, что отношения между вами и профессионалом, которого вы наняли, уже сломаны. поэтому в этот момент нужно очень-очень серьезно заняться тем, чтобы восстанавливать эти отношения и должен это делать в большинстве случаев адвокат. Или вам нужно менять этого человека на кого-то другого, потому что вы можете работать и функционировать в тендеме с человеком, с которым у вас складываются отношения, которые ведут к вопросу, можно ли его поменять. Если вы возьмите, то это уже поздно. Да, это интуитивно что-то не так уже. Иногда не сходятся характеры, темперамент, всякое бывает в жизни. Александр, задавал вопросы. Александр, вперед. Давайте вы сами их озвучите. Александр, выголовас? Алло. Ко мне, да, я так понимаю? Да, да. Здравствуйте. Я Александр, я с Украины, занимаюсь 15 лет органическими удобрениями. У нас свое производство, экологически чистый продукт. Два с половиной года назад я начал изучать американский рынок для выхода с нашим удобрением на американский рынок, так как мы начали выходить в наш главный офис, наши все те, кто занимался этим продуктом, начали выходить кто на Азию, кто на Африку, кто на Европу. Я начал изучать американский рынок. Созванивались, списывались министерством сельского хозяйства, компания ОМРИ, которая занимается именно органическим продвижением органических удобрений и другой продукции на американском и канадском рынках. Они заинтересовались нашим продуктом, я сбрасывал им презентацию, и у меня вот такой вопрос. Мне сказали, чтобы я начал искать человека, с которым можно было вместе вести этот бизнес в Штатах, чтобы он открыл там компанию. Я выступаю как соучредитель, и мне сказали, что я хотел сначала сам на удаленке открыть, но мне сказали, что должен быть соучредитель обязательно резидент. Это неправда. Даже вот в этот момент я вас остановлю, это абсолютно неправда тот, кто вам говорит, просто пытается что-либо на этом получить. Это в корне неправда, это в корне неправильная информация. Пожалуйста, продолжайте. Да, нашел я такого человека во Флориде, не буду говорить, кто это, что это открыли. Да, расскажите уже. Да, нет, не скажу. Ну, не надо, если человек не хочет зачем. У совести, ну, это человек, да, он поначалу взялся, он заинтересовался, он изучил нашу продукцию. Когда дело дошло до того, что нужно было мне передать образец, чтобы его зарегистрировать, ну, пройти, чтобы он прошел испытания там лабораторные и получить коммерческую лицензию, человек просто пропал. Второго тоже нашел, с Украины в Чикаго открыли компанию, тоже человек пропал. Хотя бы отписались, может, это очень дорого, не вопрос. Я сказал, что я со своей стороны на полмиллиона долларов могу поставить товар, хоть завтра, но для этого, чтобы поставить товар, опять же, для полевых испытаний или там сделать какой-то жест доброй воли, есть там компания Биопреферед, которая занимается госзаказами разными этими, ну, не будем это подробности всякие. Меня не интересует ПМЖ, мне 60 лет на днях, можем сказать так. Меня просто интересует вывод этого удобрения на американский рынок, ну, и как бы подготовить почву для своих детей. Вот это меня интересует. Могу ли я участвовать в как соучредителе, как для получения вот этой, это будет инвестиционная виза, может это считаться, если я поставлю товар, который будет, как он должен быть расписан, что это инвестиция с моей стороны? Да, конечно, то есть инвестиции не обязательно производятся наличными. То есть это все можно сделать, то есть если вас не интересует ПМЖ, мы возвращаемся к визе И1, И2, так называемые трейдеры инвесторы, и необходимо правильно составить документы, необходимо показать продукцию. Единственное, что я вам посоветую сделать, прежде чем вы будете пытаться ввести сюда продукцию или поставлять ее, самостоятельно изучить требования, которые относятся к удобрениям, ограничения по ВОЗу, ограничения по лицензированию. У меня были очень много клиентов, которые занимались колейкой, то есть колейное удобрение, и просто есть определенная специфика ВОЗа, есть определенная специфика лицензирования, в зависимости от того, в какой категории эти удобрения будут поставлены, как они будут расфасованы и так далее. То есть я не буду сейчас активоваться, это абсолютно не нужно. но после того, как вы изучите требования, вы из того, что вы описываете, вы полностью квалифицируетесь на один из двух вариантов. У вас, если компания, в которой вы работаете, заинтересована открыть здесь филиал, во-первых, вам не нужны никакие соучредители или еще кто-либо, это раз, во-вторых, вы, то есть вы можете выступать, компания может открыть здесь дочернее предприятие или филиал и привезти вас сюда, возглавить это предприятие и мы возвращаемся к визе L1. То есть это вот как раз то, о чем я рассказывал. Есть масса разных вариантов, вот вы мне рассказали сценарий, очень поверхностно. У нас появился сценарий L1, у нас появился сценарий И1, И2, то есть в зависимости от того, что было продано и так далее. То есть есть определенные требования к одной визе, есть определенные требования к второй, к третьей визе, но теоретически то, что вы говорите, не должно никаким образом быть проблематично. и дети которых упоминал Александр, немножко рассказать. Александр, у вас дети совершеннолетние или нет? Да. Окей. Вот просто Александр упоминал, что он хотел бы для будущих детей, они работают в вашей сфере, то есть они работают у вас тоже? Нет, 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 он бывший военный, ну, короче, не, он далекий от сельского хозяйства, это у меня стажа больше 30 лет. Дело в том, что, Евгений, смотрите, филиал мы разговаривали, я разговаривал с лаванным офисом, что давайте там вот туда-сюда, они, нет, они говорят, если все, кто хотят, ну, кто вышел там, вот я говорил, на азиатский рынок, кто на африканский, кто на европейский, мы работаем как бы самостоятельно, это наши вложения и это наши риски. Поэтому я говорю, что вот почему... Филиал компании будет являться их вложением и их риском, то есть филиал компании, компания ваша может открыть филиал и полностью владеть, а вас перевести сюда исключительно для того, чтобы возглавить этот офис, вы не должны быть соучредителем. Да, я это изучал, но видите ли, почему я ищу, я не могу постоянно буду находиться там в Соединенных Штатах, я могу там уже раза два-три приезжать в году, контролировать сам процесс, потому что это уникальное удобрение и оно на какое-то другое не похоже. Я вас перебью, если вы не хотите здесь находиться, жить и работать, а будете приезжать исключительно для какого-то рода контроля, то иммиграция вам абсолютно не нужна, вам нужно найти партнера в Америке и приезжать сюда по гостевой на переговоры, то есть я просто тогда не до конца понимаю ваш вопрос. Не нужен партнер для того, чтобы он занимался теми же переговорными процессами, плюс же ведение документации и все, потому что он должен будет отвечать там на американском рынке, должен будет отвечать за наш продукт там, а я буду отвечать здесь за поставки и естественно контролировать процессы там со своей стороны, чтобы там быть. Давайте я перебью, потому что у нас уже все-таки время тикает, дико извиняюсь, Александр, извините, пожалуйста. Я просто о том, что это, скорее, мне кажется, вопрос не к адвокату, но просто я как владелец бизнеса и я, как владелец бизнеса и Евгений тоже. Я бы сказал, что, к сожалению, но я думаю, вы сами понимаете, очень опытный человек, что, к сожалению, может быть, такого не бывает, чтобы партнер за вас все решал, надо контролировать, надо все делать. Давайте принесем эту дискуссию в другую, более насчет партнера. Это больше связано с бизнесом, нежели с иммиграцией, поэтому посмотрите, после того, как вы найдете здесь партнера, с которым вы хотите работать, я смогу помочь вам это организовать и оформить, так как это юридически защитительный. С юридической точки зрения тут нет проблем. Вот тут вопрос от Игоря интересный. Давайте я дам Игорю возможность самому задать, потому что так обычно быстрее, будем надеяться, что быстрее. Игорь, вперед. Давайте сами задавайте, пожалуйста. Игорь? Игорь, вы нас слышите? Игорь? Я голос за кадром. Игорь? Катя Панова. Без видео. Супер. Да, и вот сейчас слышим вас, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Расскажите, у меня вопрос. Я гражданин России, я экспатом работаю в разных странах, в российских компаниях. И несколько раз пытался и я, и мои коллеги устроиться в Соединенные Штаты. Но, собственно, в филиалах наших российских компаний проблем нет. Люди работают. Именно сами американские компании все сталкивались с такой проблемой, что вроде интерес есть с одной стороны, но, с другой стороны, это все, так скажем, не имеет такого серьезного продолжения. Причем, с обратной стороны, значит, у меня был один случай, мне рассказали про моего коллегу, который выиграл обычную лотерею, вот, Green Card, и уехал туда, и там без проблем буквально там за несколько месяцев нашел работу по специальности. это говорит о том, что рынок труда в принципе есть, вот, при этом он каким-то образом, по мнению, вот тоже многих там спрашивал, как-то регулирует со стороны визовых служб, в плане, что работодатель, допустим, если экспата хочет нанять, он должен показать, что он уже прособеседовал несколько человек, вот, и я понял, что никто не подошел, и вот он обязательно должен взять этого человека, доказать, так скажем, то есть есть проблемы вот с получением таких виз. Хотя, нет, это, к сожалению, немножечко неправильно, вы смешали два разных понятия. Для получения рабочих виз этого делать не нужно, но, опять же, для получения рабочей визы работодатель должен произвести некоторые телодвижения, которые стоят ему деньги, то есть вопрос в том, если у работодателя есть возможность нанять человека, которому не нужно производить эти телодвижения, то тогда, конечно же, работодатель выбирает наименьшего сопротивления. Если таких людей они найти не могут, тогда они идут за границу, и это делается, как вы понимаете, от безвыходности, потому что политическим высказыванием зарплаты, которые платят наемным работникам из-за границы, такие же или выше тех, которые получают американские работники, они не ниже. Поэтому работодателю нужно действительно внимательно относиться к тому, кто к нему приходит на работу, и что для этого нужно будет сделать, это раз. Во-вторых, количество рабочих виз в категории, которые вы описываете, ограничено каждый год, поэтому работодатель может просто не быть в состоянии взять вас на работу. Например, рабочая виза H1, в настоящее время их нет, они появятся исключительно в следующем году. В начале года будет произведена лотерея, в начале года будет произведена лотерея, так как количество желающих значительно превышает количество визу на 65 тысяч виз, и обычно где-то 120 тысяч желающих, то есть два к одному. поэтому для того, чтобы вас взять на работу, когда у вас нет права на работу и вам необходима рабочая виза, работодатель должен пройти довольно кропотливый путь получения этой визы, поэтому иногда работодатели просто в некоторых случаях по незнанию, в некоторых случаях просто потому, что не хотят тратить время, в некоторых случаях потому, что не хотят тратить деньги, в некоторых случаях совокупность всех трех вещей влечет за собой вот такое нежелание продолжать. Но то, о чем вы спрашиваете по поводу доказательной базы о том, что работников в этой друсле не существует, это процесс получения ПМЖ. Через трудовой сертификат, да? Это так называемый трудовой сертификат, это то, что делается через департамент труда, то есть это дорогой департамент труда, есть работодатель, есть рабочее место, мы провели кампанию по поиску сотрудника, вот люди, которые прислали нам резюме, и вот почему они не подходят. Но, как ни странно, вот у нас есть кандидат, который полностью подходит под эту специальность, но, к сожалению, он находится за границей, поэтому разрешите, пожалуйста, нам взять этого кандидата на работу. После того, как рабочий сертификат получается, потом идет обращение в иммиграционную службу, так называемая иммиграционная петиция, это дорогая иммиграционная служба, есть работодатель, есть рабочее место, кстати, рабочее место и работодатель, и человек уже были проверены департаментом труда, вот у нас сертификация, рабочий сертификат о том, что сертифицирован работодатель, сертифицировано рабочее место и его зарплата. Этот человек хочет иммигрировать в Америку, поэтому дайте ему возможность это сделать. Это иммиграционная петиция, форма А140. И третья ступень зависит от того, где находится этот человек в этот момент. Если человек находится за границей, это идет так называемый консульский процесс, если человек находится в Америке и можно подать одновременно петицию на смену статуса на ПМЖ, подается петиция, которая называется отчастного стероса, в которой говорится, дорогая иммиграционная служба, если вы утвердите иммиграционную петицию, то человек находится здесь, находится здесь легально, не нарушил законов, самодостаточный, поэтому измените его статус с того статуса, в котором он сейчас находится. студенческий, гостевой, любой статус, который позволяет изменения на ПМЖ. Если же человек находится за границей, то это идет через ОСДЕП, проходит через Американский консулат за границей и человеку выдается иммиграционная виза. Можно я вас остановлю? Я хочу, чтобы мы еще успели пару вопросов. Время тут у нас уже совсем как бы это подгоняет. Ну, то есть, смотрите, трудовая стерилизация, которую описал Евгений, если надо будет конкретный вопрос, еще раз, да, он уточнит вам какие-то детали. И главное, что на личной консультации, мне кажется, более подходящее это, ну, понимаете, было бы рассказать это конкретно. Я хотела дать возможность Бахтиару, который нас уже ждет больше часа. Извините, пожалуйста, Бахтиар, вперед. Вот. Давайте. Вы слышите меня, да? Здравствуйте. Да, здравствуйте, слышим вас. Я вас всех приветствую и нашу Катерину хочу поблагодарить за предоставленную возможность задать вам вопрос, уважаемому коллеге, адвокату Евгению. И, соответственно, у меня интерес к вам профессиональный в этой видеоконференции. У меня компания есть, Американский центр иммиграции открыл я в начале года. Но, учитывая, что мы живем в такое интересное время, и за любое самоограничение дает возможность для развития, как говорили, и в данное время из Кыргызстана попасть в Соединенные Штаты Америки очень тяжело. Почему? Потому что по статистике около 69% получается отказа по визам, по всем визам отказ получается. Но, учитывая, что есть соглашение между нашей республикой и Соединенными Штатами от 1994 года, то, соответственно, предоставляется возможность приобрести малый бизнес или средний бизнес, вложить инвестиции, соответственно, и создать рабочие места. Да, вот в этом аспекте у меня вот к вам, Евгений, вопрос. Какова вот здесь сама процедура? Как это можно ощутить? Это через агентство недвижимости или через адвоката? Вот, например, через вас. Вы говорите, да, вы говорите, опять мы возвращаемся к тому же, вы говорите о визе И-1, И-2, это traders and investors. Если у меня память не измеряет, вы попадаете, по-моему, в обе категории, но надо смотреть, они раз в год меняют страны, которые могут по этим визам получать здесь разрешение. Но нет, агентство по недвижимости тут абсолютно ни при чем. Первая ступень – это понять, чем вы будете здесь заниматься. Вам не обязательно покупать бизнес, его можно открыть, но вам нужно понять, какого рода инвестиции будут сделаны, откуда приходят деньги, сколько человек будет у вас работать, чем вы будете заниматься, как этот бизнес будет вестись и так далее. То есть бизнес должен быть актуальный, вы не можете зарабатывать исключительно себе минимально на жизнь, потому что это будет рассмотрено консулатом, как не инвестиция в бизнес, а перевод денег для проживания. То есть если вы говорите, что я перееду в Америку, я куплю дом, я куплю машину, вот я сделаю инвестиции. Нет, это не будет работать, вам сразу же в консулате откажут, потому что это будет говорить о том, что вы не создаете здесь систему, вы создали себе, может быть, рабочее место. То есть я вот недавно исправлял ошибку адвоката, который пытался подать на визу. И человеку, который сказал, что я здесь куплю маленький вен и буду так называемый cargo van, это, я не знаю, по-русски это правильно называется, это машина, маленький грузовичок, и буду сам сидеть за рулем и перевозить грузы с места на место. То есть иммиграционная служба и консулат правильно сказали, что нет, вы не можете себе просто сделать рабочее место и на этом основании переехать в Америку. Поэтому нужно понять, какого рода бизнес человек будет вести, где этот бизнес будет находиться, что этот бизнес будет делать и какие деньги в этот бизнес человек вливает, когда вливает. И не удивляться, когда через период времени, когда виза заканчивается, человек возвращается в миграционную службу и обещал вложить 100 тысяч, 200 тысяч, вложил 30 тысяч, купил себе машину и на ней ездит и удивляется, почему ему не хотят анализу продлевать. Поэтому это все нужно продумать на несколько лет заранее, на несколько ходов заранее и ответить на ваш вопрос. Ответ будет очень простой. Сначала нужно понять, чем человек будет заниматься, потом обратиться к адвокату, а уже потом пытаться покупать недвижимость, пытаться покупать машины, пытаться покупать квартиры и так далее. Ребята, это я, Катя Панова, с аккаунта сотрудницы нашей. Опять-таки, у нас уже очень много времени прошло, почти полтора часа. Те, кто хотят задать вопросы, могут это сделать сейчас, подняв руку. Пожалуйста, да? Я просто хочу дополнить. Извините, Катерина. Тогда, пожалуйста. Евгений, скажи, вот поступило от агентства недвижимости во Флориде, что надо вложить минимум 80 тысяч долларов, купить там или барчик, или аптеку, или еще какой-либо кафетерий там, гамбургерную. И, соответственно, когда мы покупаем за 80 тысяч или за 100 тысяч долларов какой-то объект, допустим, общепита, то, соответственно, аванс 20-30 процентов, а потом оставшаяся сумма происходит. Сперва это занимается агентство недвижимости, а потом уже адвокат. Вот так. А так что вам дают в результате? То есть визу, грин-карту, что за эту инвестицию вам обещают эти люди? За это виза Е2, это инвестиционное... То, о чем я говорю, да. Да. Да, нет, к сожалению, еще раз, да, еще раз. Это, к сожалению, то есть то, что вы описываете, это немножечко выдача желаемого за действительное. Они пытаются продать бизнес. Я их прекрасно понимаю, что они пытаются продать бизнес. Но желаемость продать бизнес в ней будет сопутствовать действительностью получения визы во всех случаях. Могу прокомментировать определенный случай. Нужно рассматривать, что это за бизнес, каких вложений он требует, сколько там работает людей, как ваша инвестиция будет этот бизнес развивать и так далее. Но какого-то одного ответа на ваши вопросы, к сожалению, нет. Это рассматривается в индивидуальном характере. Покупать что-то, чтобы потом пытаться получить визу, по меньшей мере, неадекватно. Потому что вложив деньги назад, вы их не получите в большинстве случаев. То есть можно ли оформить сделку так, что вы покупаете бизнес, то есть подписываете контракт на покупку бизнеса и вводите так называемые contingency, которые говорят о том, что сделка закроется только если вам выдадут визу. Ну да, это можно сделать, но надо внимательно просмотреть, что это за бизнес. Опять же, покупать корпорации в большинстве своем я не советую. Это уже относится к совершенно другой юридической отрасли. И это корпорационное право. Вы когда покупаете, вы можете купить бизнес, не покупая корпорацию. Вы можете открыть корпорацию и купить так называемые assets, то есть активы этого бизнеса. Поэтому там очень и очень много специфических вопросов, которые я вам советую задать в индивидуальном порядке адвокату, с которым вы будете работать по покупке. И спасибо большое, я так хотела... Спасибо, спасибо большое. Извините, я хотела дать возможность Александру, который тоже давно тянет руку. Я сегодня ваш молчаливый голос за кадром, Катя Панова, без видео сегодня, простите. Иногда прибегаю к нашей сотрудничеству и показываюсь оттуда. Вперед. Добрый день, меня зовут Александр. Катя, Евгения, спасибо большое за возможность. Я уже, в принципе, частично услышал ответ на свой вопрос по поводу иммиграционной визы и БИТУ, прохождение PERM и Advertising период. Я знала, что будет конкретно вопрос про PERM. Вот, супер. Так вы хотите PERM как бы получить? Расскажите сюда про себя и что... У меня такая ситуация, я нахожусь на полите детском убежище в ожидании интервью. Это интервью не было еще назначено и достаточно долго жду. Извините, я немного волнуюсь. И дело в том, что у меня достаточно уникальные способности. Я нашел работодателя, который спонсора, который согласился просонсировать мою БИТУ в грин-карту. PVD уже прошли, Advertising период прошли вообще без проблем. Ни одной подачи не было в течение трех месяцев, ни одного резюме. И вот сейчас начнется PERM, но я хотел бы узнать, вообще правильно ли мой адвокат текущий говорит, что можно будет сменить статус. Я знаю, что есть какие-то исключения в Unlawful Presence. Unlawful Presence, да. Изменения статуса нет. В этом и проблема. Попросите, пожалуйста, вашего адвоката написать это на бумаге и отдать вам это в руки. Проблема в том, что подав на убежище, вы действительно не подвергаетесь так называемой Unlawful Presence. То есть вы не подвергаетесь преду на изменение статуса или на въезд в Америку за то, что вы здесь просрочили пребывание. Но ваш статус, к сожалению, не сохраняется. Статуса ожидания политического убежища не существует. Вы имеете право находиться здесь и ожидать результатов. Но вы не имеете в этот момент статус. Поэтому спросите, пожалуйста, у вашего адвоката, каким образом, если ваша петиция будет утверждена, он пытается изменить ваш статус. Статуса у вас в настоящее время нет. Если вы, например, находитесь здесь на студенческой визе и параллельно подали на убежище, и продолжаете учиться, и продолжаете поддерживать свой статус F1, вот тогда это можно сделать. Действительно Unlawful Presence нет. То есть дальше вам необходимо будет покинуть страну и ехать куда-то для того, чтобы получить демиграционную визу. У вас создается следующая проблема. Вы сказали, что вы не можете находиться в вашем государстве. То есть подав на убежище, вы говорите о том, что вы не можете находиться в вашей стране, так как ваша жизнь в опасности. То есть вернуться в вашу страну для того, чтобы проходить там. Выдачу миграционной визы в консулате, так называемый консульский процесс, может быть проблематичным с точки зрения подачи вашего убежища. Вы можете попробовать сделать это в третьей стране, если американский консулат в третьей стране согласится это вам сделать. Поэтому еще раз, прежде чем вы дальше будете что-либо предпринимать, попросите, пожалуйста, вашего адвоката написать вам так называемый legal opinion, объясняющий шаги, которые он или она собирается предпринять в вашем деле, относящийся к этой категории. Чтобы вы поняли, во-первых, что происходит, а во-вторых, каким образом это будет сделано. Unlawful presence и изменение статуса, это две, к сожалению, абсолютно разные вещи. Это очень, кстати, частая ситуация. Поэтому это также зависит от того, в какой момент вы подали на убежище. Вы в статусе не были, вы в статусе... Можно? Есть очень много разных нюансов, которые звучат примерно одинаково, как вот Unlawful presence и статус. То есть, находясь здесь вне статуса, в большинстве случаев вы получаете так называемый Unlawful presence, то есть нелегальное пребывание, которое после 180 дней чревато трехлетним запретом на въезд, а после года десятилетним запретом на въезд. К вам это не относится, потому что вы в ожидании служения или ожидании решения по убежищу. Но это не значит, что вы находитесь здесь сейчас в статусе, поэтому внимательно это обсудите с вашим адвокатом. И я хотела двигаться дальше. У нас есть люди, которые с нами с самого начала никаких вопросов не задали. У вас есть последняя возможность задать свои вопросы. Вижу, что у нас есть Ян Малгин, есть еще Кайрат, София, Евгений. Если вы хотите что-то спросить, пожалуйста, спрашивайте. Не стесняйтесь. Не знаю, Кайрат это он же Айрат, с которым я говорила на прошлой неделе. Мне озвучили один вопрос быстро, который мне задавал один из наших участников. Заранее позвонил мне просто на мой телефон. Он рассматривал варианты инвестиций, или E2, или даже EB5. Но он российский граждан, если это вы, Кайрат, откликнитесь, пожалуйста. И он спрашивал про гражданство какой-то страны такой экзотической, или сначала сделается эта страна гражданство, а потом E2 для россиян. Занимаетесь ли вы этим? Если вы говорите о визе, то да, а гражданства другой страны нет. Вы знаете, о какой стране говорю? Или да, там есть какая-то популярная Маврикия, или что-то такое, через которое потом уже делают E2? Ну, таких стран много. А, окей. Да, это не исключение. То есть я не занимаюсь получением гражданства в той стране. Гренада. Да, Гренада. Я не занимаюсь получением гражданства в Гренаде, но если человек играется в гражданстве в Гренаде и квалифицируется на визу, то никакой проблемы в этом нет. То есть вы не помогаете с тем, что получить гражданство в Гренаде, скажем так. Это должен быть какой-то гренадский адвокат. Да, конечно. Вам необходимо нанимать адвоката в той стране, в которой вы пытаетесь произвести какие-то телодвижения. То есть если вы получаете в Гренаде гражданство, то я бы вам очень советовал проконсультироваться с адвокатом, который имеет лицензию работы в Гренаде, для того, чтобы получить адекватную консультацию по поводу того, что вы действительно можете сделать, а что нет. Потому что иногда до смешного доходит то, что я вижу в каких-то группах, и люди пытаются каким-то образом здесь сказать, что да, вот пожалуйста, вы покупаете квартиру, вам сразу домой приносят ключ от квартиры и паспорт. Внимательно обратитесь к этому. Спасибо большое. Последняя возможность, ребят, потому что я хотела... Марина, если тебе не сложно, Марина Титова, просто напиши контакт Евгения еще. Они есть на заднем плане, да, вы видите телефон Евгения, но я хотела бы, чтобы... Телефон Евгения 847-444-90-00. И есть имейл. Так что если вы хотите к нему записаться на консультацию, где подробно все объясню, что это невозможно в рамках нашего эфира, извините, пожалуйста. Как вы слышали в начале, у меня закрыли счет банковский, поэтому я хочу уже бежать в другой банк и быстро его открывать, чтобы получить деньги. И выплатить зарплату и всякое такое. Но есть консультация Евгения личная, где можно как бы что-то поспрашивать. Я вижу руку Даниара. Даниар, извините, пожалуйста, даю возможность вперед. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Слышно меня, да? Слышно. Да, 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 здравствуйте. Я вот до этого в чате задал, я думаю, я неправильно этот знак и притымание поставил, поэтому там вопрос неотвеченный остался. Я еще раз его задам. В общем, да, здесь вот по L1, если находится, вот у членов семьи тоже сейчас они получили там word authorization, их можно на работу принять себе, как бы по логике вообще получается, они имеют права работать? Или в той компании, по которой мы там L1 получили, там нельзя работать? Можно, почему нет? Можно, да, это разрешается законом. Да, конечно, да, абсолютно разрешается. У них должны быть адекватные зарплаты, сопоставимые с их специальностями и так далее. То есть, если вы просто нанимаете на работу, никакой проблемы нет. Если вы их нанимаете на руководящей должности, опять же, несложно вам давать консультацию, не зная, что вы делаете, какое у них образование, какую должность они будут занимать, сколько они будут получать и так далее. Но глобальный ответ на ваш вопрос – да, можно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Да, вот тут вопрос по поводу выигрыша грин-карты. Да, если вы находитесь в Америке легально и вы выигрываете грин-карту, и вы находитесь в статусе, да, здесь вы можете подать документы на изменение вашего статуса здесь, в Америке. Это Насекат спрашивал, да, как бы, Касимбекова. Спасибо большое всем. Я хотела закругляться, как бы, да, давайте я вот в чатике, да, как бы, сейчас напишет Марина еще раз контакты, как бы, Евгения. Все получат участники этого события имейл от меня с видео этой встречи, да, и с контактами Евгения, и возможность записаться на консультацию к нему вы сможете, да, по этим контактам. Скажите, что от нас, может, Евгений, вам хоть еще скидку сделать? Я знаю, что это и так все у нас осталось. Пожалуйста, абсолютно не проблема, то есть это вообще не вопрос. Опять же, деньги за консультацию, то есть берутся не для того, чтобы, как я и говорил, зарабатывать деньги на консультациях, потому что, как вы понимаете, это невозможно сделать, это сделано для того, чтобы отсеять людей, которым скучно, то есть когда человек пытается просто что-то сделать самостоятельно или еще что-то, и ему просто скучно, и он ради собственного обучения, развлечения или общей информации назначает консультацию для того, чтобы обсудить политическую обстановку в стране, тенденции иммиграционной службы или еще что-то, то это то, что мы пытаемся пресечь, поэтому просто решили номинально, если человек согласен платить на консультацию, то есть, скорее всего, у человека есть интерес к профессиональным, профессиональной... Никто за 150 долларов не располагает. То есть, профессиональным сервисом, который мы предоставляем, и поэтому мы после того, как консультация проведена, если человек возвращается и хочет работать с нами, то эти деньги просто идут в счет оплаты его так называемых legal fees. Кстати, я хочу сказать, что мы работаем исключительно на то, что называется flat fee. То есть, в начале процесса мы вам говорим, сколько этот процесс стоит от начала до конца. Независимо от того, сколько у вас будет запросов, независимо от того, сколько времени нам придется потратить, работая с вами, с иммиграционной службой и так далее, мы работаем исключительно на flat fee от начала до конца. Когда в момент, когда вы оплачиваете ваш билл, никаких больше денег от вас до окончания процесса требоваться не будет. Окей. Я хотела еще сказать, что, знаете, иногда у нас на консультации, я знаю, приходят даже на наши эфиры мошенники, которые пытаются проконсультироваться с адвокатом, чтобы с помощью наших знаний адвоката и того, что он говорит, дальше брать людей, следить за деньги нелегально. У нас такое тоже бывает. К сожалению, это... 120 лет, поверьте, я видел, наверное, все. Поэтому мы не можем знать, кто участвует в этих дискуссиях, у нас даже до конца, мы же паспорта не проверяем. Но, пожалуйста, ребят, записывайтесь на консультацию, посмотрите еще видео после этого процесса. Спасибо огромное, Евгений, за ваше время. Извините все еще раз, что я без видео, у меня какие-то технические трудности, я ваш закадровый голос сегодня. Евгений, спасибо большое вам, очень интересно было.